Всем привет, привет, привет наши дорогие подписчики и случайные зрители! Добро пожаловать на наш канал, где мы погружаемся в мир BTS и всех тех мелочей, которые делают эту группу такой уникальной. Если ты здесь впервые, приготовься к увлекательному путешествию по их жизни, дружбе и творчеству. Подпишись на наш канал, чтобы не пропустить ни одной интересной детали. Сегодняшний день был богат на сюрпризы для фанатов BTS, особенно для тех, кто внимательно следит за отношениями между участниками группы. В новом эпизоде тревел-шоу Чунгу Кичи Мин показали, насколько они близки с остальными участниками, даже когда те находятся за тысячи километров. Эти моменты еще раз подтверждают, что для них дружба это не просто слова. Начнем с того, что Чин Мин и Чун Гук решили позвонить своим друзьям, потому что соскучились. Этот жест кажется простым, но он многое говорит о их отношениях. Они звонили не просто, чтобы поболтать, а чтобы поддерживать связь, поддержать связь, несмотря на занятость и плотный график. Первым на связи оказался Тэхюон. Чун Гук, который, казалось бы, полностью погружен в свое шоу, вдруг обеспокоился тем, что Тэхюон может быть занят. И действительно, Тэхюон был на фотосессии. Но даже так они обменялись парой слов, и в этом коротком разговоре чувствовалось тепло и забота. Особенно забавно было видеть, как Чун Гук, не дождавшись ответа, просто сбросил звонок. Но тут же получил сообщение от Тэхюона, которое, судя по выражению лица Чун Гука, содержало что-то не совсем цензурное. В ответ на это Чун Гук не смог сдержать смех и отправил Тэхюону сообщение с признанием «Ты самый лучший, я тебя люблю». Этот момент ярко показывает, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба. Это искреннее и настоящее чувство, которое они не скрывают, даже если это выглядит как простая шутка. Но на этом их общение не закончилось. Чимин захотел узнать, как дела у Шуги. Они позвонили ему, несмотря на то, что было уже довольно поздно. Оказалось, что Шуга только что проснулся и собирался в спортзал. Но даже в такой ситуации он нашел время, чтобы поболтать с ребятами. И что особенно приятно, он сразу заметил выступление Чун Гука и похвалил его за отличную работу, несмотря на сложные условия. Шуга, который всегда был известен своей спокойной и рассудительной натурой, признался, что следит за всеми событиями в жизни своих коллег. Он заботится о них, даже если кажется, что он всегда в стороне. Это говорит о том, что в этой группе каждый поддерживает друг друга, даже если они не всегда рядом. Разговор с Шугой был полон дружеского тепла. Чимин выразил свое восхищение тем, как Шуга продолжает тренироваться, несмотря на усталость после тура. Это еще один пример того, как они уважают и поддерживают друг друга в стремлении оставаться на пике формы, как физически, так и морально. Чун Гук и Чимин завершили разговор, пожелав Шуге здоровья и удачи. Чимин, как всегда, не смог удержаться от шутки, сказав, что позвонит ему, когда вернется в Корею, на что Шуга ответил с улыбкой. Эти моменты показывают, что BTS – это не просто музыкальная группа. Это семья, которая остается вместе, несмотря на любые трудности и расстояния. Их взаимное уважение, забота и внимание друг к другу – это то, что делает их уникальными. И фанаты это видят, чувствуя, что они являются частью этой большой семьи. Эти звонки стали не просто дружескими беседами, но и напоминанием о том, как важно поддерживать связь с близкими, даже когда жизнь становится слишком занятой. В конце концов, именно такие моменты делают их связь еще крепче. И вот смотрите, как интересно. Я для вас приготовила два текста. Это текст о связи группы BTS, между собой, как связаны мемберы, очень тесно связаны и поддерживают друг друга. Но я, как вегукер, склоняюсь к другому тексту. Мне вот второй вариант больше нравится. Поехали! Еще раз я и я всем привет, наши любимые подписчики и случайные зрители. Вы на канале, где мы говорим о самом интересном и загадочном из мира BTS. Сегодня вас ждет что-то особенное. Погружение в самые яркие моменты и скрытые намеки в отношениях между участниками группы. Оставайтесь с нами, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить ни одной детали. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о том, как Чимин и Чингук снова решили потревожить Техёна и Шугу, потому что, видимо, скучают. Скучать – это их новая фишка. И, конечно, это не просто дружеские звонки, а настоящий повод для обсуждений среди фанатов. Итак, Чингук и Чимин, находясь в Нью-Йорке, захотели пообщаться с Техёном, который был на фотосессии. Но вот что самое интересное, Чингук вместо того, чтобы дослушать ответ Техёна, просто сбросил звонок. И вы не поверите, Техён тут же прислал сообщение, из которого можно было прочитать лишь одно слово – цензура. Похоже, Техён был не в восторге от такого поворота. Но что мы можем сказать? Эта парочка всегда знает, как подразнить друг друга. А теперь представьте себе, Чингук, который обычно кажется таким собранным, просто умирает от смеха после этого звонка. Да еще и решает сделать милый жест, отправив Техёну сообщение «Ты самый лучший, я тебя люблю». Ну что ж, кто-то явно решил не оставаться в долгу. Вау, они решили нас добить, но это еще не все. Чимин, похоже, был настроен на волну общения и решил позвонить Шуге. Оказалось, что Шуга только что проснулся, но как истинный Хён сразу же включился в разговор. И тут Чингук снова оказался в центре внимания, когда Шуга похвалил его за недавнее выступление. Кажется, даже Чимин был удивлен, насколько быстро Шуга узнает все новости о своих младших коллегах. А может быть, это от кого-то лично? Удивлен ли этот момент показал нам, что за внешней холодностью Шуги скрывается настоящий заботливый друг, который всегда на страже. И вот тут мы подходим к самой интригующей части. Разговоры о том, как Чингук и Техён явно любят оставлять друг друга наедине со своими мыслями. Сначала Чингук сбрасывает Техёна, а потом шутливо признается в любви. Интересно, кто же тут на самом деле играет ведущую роль? Кажется, что между ними идёт настоящая игра на нервах, и каждый из них пытается перещеголять другого о тонких намёках и шутках. Неужели это просто дружеские приколы, дорогие мои? Или за этим стоит что-то больше? Мы оставляем этот вопрос открытым для ваших догадок. Но одно можно сказать точно. Эти ребята знают, в корне знают, как поддерживать интерес к их паре. И вот вам сравнение. Как некоторые говорят, вигулки просто красочно рисуют ситуации. А я вам хочу сказать, от перестановки слов смысл не меняется. Я люблю тебя. Этим всё сказано. Вот и всё на сегодня. Спасибо, что новое видео смотрите до конца. И если хотите более детально ознакомиться с моментами интервью travel show, вы можете ставить на паузу и читать. Так вот, дорогие мои, спасибо, что были с нами. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Впереди ещё много интересного. И, конечно, если вы хотите поддержать наш канал и помочь нам делать ещё больше контента, присоединяйтесь к нашему сообществу спонсоров. Все ссылки в описании. До скорых встреч. И помните, с BTS всегда есть о чём поговорить. Не забывайте об этом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok